Продолжение следует... Алтайский край, Норильск, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новомосковск, Сураж, Воронеж, Калининград, Башкортостан, Киров, Тула, Алзамай, Иркутская область, Липецк, Канск, Ульяновск, Иркутск, Кузбасс. Отлично. Нас уже очень много. Вот Московская область, Луховица, Абакан на связи, Екатеринбург, Томск, Кузбасс, Симферополь. Я сразу вам скажу, что очень рад, что в эти самые-самые уже последние дни вашего отпуска вы нашли время на встречу со мной здесь на площадке вебинарной издательства «Титул». Так, Свердловская область, Симферополь, Томск, Псков, Витебск, Мордовия, Саранск, Витебск, Беларусь. Очень люблю этот город. Признаюсь честно, я там провел свое детство несколько лет. Так, Омск, Невиномыск, Кумертау, Башкортостан. Отлично. Так, Нижнекамск, Новочеркасск, Ростовская область. Итак, сегодня говорим о... вот Салават, Королев. Ага, всех с наступающим новым учебным годом я тоже присутствую. Давайте, собственно говоря, с вами начнем. Так, сейчас. 1 сентября вы начнете. Работать учителем впервые после окончания вуза. Работать в новой учебной организации. Или берете новые группы, с которыми не работали ранее. Да, была небольшая задержка с интернетом. Сейчас, как мне пишет площадка, все хорошо. Отвечайте, пожалуйста, у кого что в этом году. Так, вижу, коллеги идут в новые школы. Новые группы берут. Так, новые группы. Новые классы. Второй класс, вообще ответственная история. Новые старые группы. Есть новые группы. Второй МИАС. О, тем более сложно. Так, что тут. Берем новые группы. Новые классы. После декретного отпуска это вообще сродни тому, как прийти впервые в школу. Первый раз в школу после института. Отлично. Так, с новь прибывшими группами и продолжающие на разных уровнях. Новые классы. Начальная школа. Второй класс. Вторые классы. Новые группы. Новые группы. Второй, восьмой и одиннадцатый. Ого! Так, лихо. Одиннадцатый класс брать. Что называется. Первый раз в школу. Так, вторые, седьмые классы. Беру началку и, скорее всего, добавят старшеклассников. Начальная школа, прежние классы. Ага. Со второго по одиннадцатый класс. Отлично. Так, что делать, если нет звука, сейчас подскажут коллеги. Седьмые, восьмые классы по ВГОСу. Восьмые, десятые классы. Так, то есть, получается, у нас с вами достаточно большой процент тех коллег, кто впервые пойдет в школу, либо пойдет после декретного отпуска. Соответственно, очень много будет волнений, переживаний. Очень много тех, кто берет вторые классы и новые группы. Вторые классы можно действительно выделить в отдельную историю, потому что это вообще как с чистого листа. Вот, волнение есть всегда. Конечно же, волнение есть всегда, особенно после лета, кажется, что все забыли. Но у тех, кто пойдет впервые или пойдет после декрета, волнений будет намного больше, потому что я помню свой первый урок совершенно отчетливо. Несмотря на то, что я уже преподавал в доп. образовании, первый урок в школе для меня был как поход тоже Дмитрия в Москву, когда вроде пришел, вроде сел, но понимая, что ты совершенно выдаешь себя за другого человека. Так, ну что же, тогда тем более сегодняшняя наша встреча будет актуальной. Она также будет актуальной для тех, кто не берет новые классы, хотя таких, как оказалось, достаточно мало, поскольку всегда хочется как-то интересно задать тон, начать, что называется, с какой-то хорошей новой волны. Вот об этом мы, собственно говоря, сегодня и поговорим. Итак, давайте рассмотрим психологические особенности учителя в новом классе. В первую очередь у учителя, конечно же, будет стеснение. Незнакомый коллектив. У тех, кто впервые или после декрета возвращается, незнакомая обстановка, совершенно все по-новому, огромное количество еще и волнений. Сложно начать, поскольку неизвестен уровень подготовки учащихся. Соответственно, мы, как, получаемся, скажем так, вошедшие в уравнение с огромным количеством неизвестных. Используется учебник, по которому ранее вы не работали. Соответственно, это будет относиться к коллегам, которые, собственно говоря, уже преподают, и, допустим, перешли в другую школу, или выдали новые другие учебники. И точно так же это будет относиться тем, кто преподает, идет преподавать впервые или после долгого учебника, отпуска, поскольку действительно уже отвыкли и подзабыли. Учебник, по которому не работали, второй иностранный ввели в этом году. Так, отлично. Другие трудности уже более индивидуального характера. И все это, собственно говоря, у нас с вами может быть. И с этим мы, собственно говоря, и приходим в класс в этом году 3 сентября, как я понимаю. Вот, у нас чуть ли не каждый год новые учебники. Ага, вижу. Так, психологические особенности учеников при новом учителе. Поскольку, что греха таить, у учеников тоже, что называется, очень много различных размышлений, подчас даже больше, чем у нас, хотя они так же, как и мы, стараемся все это скрыть. Точно так же стеснение, поскольку они впервые видят вас, вы не знакомы учителя, они еще не знают, на что вы способны, как вы будете выстраивать отношения, какая будет дисциплина и так далее. Неизвестны новые правила поведения и работы, потому что они еще не знают, чего от вас ожидать. Желание проверить на прочность нового учителя. Мы вот утром с коллегами очень в конце это обсуждали. Действительно, оно будет обязательно, потому что это нормальное такое желание, как и у детей, так и у подростков, так и у старшеклассников. Проверить, кто же тут главный. Желание начать с чистого листа и показать себя с новой стороны. Есть ряд учеников, которые, собственно говоря, считают, что придет новый учитель, соответственно, они смогут, если они хулиганы, показать, что на самом деле они не хулиганы. В общем, примерить на себя какую-то новую модель и поведение, и отношение к предмету. И, собственно говоря, в этом их имеет смысл в таком случае поддержать. В принципе, психологические особенности учеников в начале учебного года это волнение, ожидание чего-то нового, поскольку это новый класс, для них это как новая жизнь и так далее. Мысли еще очень далеки от учебы, волнуют все, кроме учебы. Соскучились по одноклассникам, хотят общаться между собой. То есть, все вот это у них присутствует. Я вам даже больше скажу, вот у меня после работы в школе и института, и школы так и осталось. Я все меряю сезонами, а каждый сезон начинается со сентября. То есть, то же самое и происходит у них. Так, Ирина пишет. У нас в новых группах ребята друг друга, как правило, не знают. Первые пару уроков друг другу притираются, тем и интереснее. Да, это, конечно, дает плюс. Они тогда, если группа еще не знает друг друга, то, конечно, чуть проще, потому что тогда они не так быстро переключатся на вас. В плане того, чтобы проверять вас на прочность. И, соответственно, больше улыбаться в установочный период. Так, хорошо. Как начать занятие? Конечно же, нужно поставить перед собой цели и задачи. То, что здесь написано, может быть как и целью, так и задачами. Вот Светлана Спирин пишет. Есть дети, которые болеют звездной болезнью. Конечно же, всегда и везде есть такие учащиеся. И, собственно говоря, это не единственная болезнь учащихся. Есть такая категория учащихся, которая считает вместе с родителями, что они играют в шоу «самый умный». И, собственно говоря, считают, что они могут всегда добиться нужной оценки без каких-либо знаний. Очень люблю, в кавычках, эту категорию учащихся. Да, есть действительно со звездной болезнью, которая считает, что они умнее всех. И что им ничего нового больше знать нельзя. Есть очень редкая категория учащихся, которых действительно очень богатый запас знаний. И с ними тоже есть трудности в работе. Это, конечно же, все присутствует. Это все нужно прощупать буквально за первое время. И, собственно говоря, это входит в цель или задачу, кому как удобно, как нравится, познакомиться. То есть вы должны понять, кто есть кто в этой группе и в этом классе. Конечно же, также будет целью запомнить, как зовут учеников. Потому что, когда особенно у вас новых групп много, или же все группы новые, то это достаточно сложно, потому что их много, а вы совершенно одни. Да, есть плохие поведения. Ну, это понятно, да, конечно же, есть те, кто плохо себя ведет. Этих надо вычислять как можно скорее. Определить уровень подготовки учащихся обязательно нужно. Поскольку именно это будет точка отсчета, собственно говоря, что нужно подтянуть, что наверстать. Но, опять-таки, определять уровень подготовки нужно с первого урока. Но, скажем так, так конкретно и плотно об этом имеет смысл говорить уже на втором-третьем уроке. Но мы об этом тоже сегодня поговорим. Произвести положительное впечатление на учащихся, задать тон работы на весь будущий год, сделать урок интересным. Соответственно, тоже очень важно, и я бы сказал, что эта цель одна из самых первых. Особенно, если вы стесняетесь, если у вас какие-то есть сомнения в своем профессиональном мастерстве. Я говорю именно про молодых специалистов, про тех, кто после декрета и считают, что все забыли. То обязательно нужно подготовить максимально интересный урок, чтобы произвести хорошее впечатление. Чтобы у них не было времени подумать, как и у вас, о чем-то другом, кроме как об уроке. Ирина пишет рецепты о том, как бороться со звездной болезнью. Если в моем присутствии у кого-то развилась звездная болезнь, значит, человек меня не воспринимает и не уважает. Зачем нам идти по пути вместе? А, благочастное учреждение. Ну, видите, да, вам везет. В нашем случае немножко все получается, когда работаешь не в частном, то уже немножко по-другому. Так, я обычно запоминаю по фото за первый класс. Ни разу сам не пробовал, но, возможно, так же, да. Тоже это вариант. Обычно в течение месяца запоминаю всех учеников. Пишет Наталья Ирина. Пишет, я прошу в новых классах написать имена на треугольнички из бумаги, ставить на парты, так быстрее запоминать учеников. Да, очень хорошая идея, и мы сегодня так и разовьем, как с этим можно еще поработать. В новых классах первого сентября мы обычно проводим психологические тренинги. Если есть силы и возможности, то это вообще шикарный вариант. У нас у началки одеты значки, везет. У нас есть бейджики, но долго они в этих бейджиках ходить не будут, а запоминать, собственно говоря, надо. Ну что же, давайте попробуем делиться так же своими идеями. Бейджики тоже хорошая идея. Делитесь советами, я только за. Самое интересное буду обязательно зачитывать. Итак, что можно сделать для того, чтобы познакомиться? Что может, собственно говоря, помочь? Есть такие упражнения, я думаю, что многие знакомы с этим термином. Icebreakers. Это задание, которое обеспечивает активное включение учащихся в учебный процесс и способное создать определенную языковую атмосферу, языковую среду и сформировать учебную группу таким образом, чтобы все принимали активное участие в разговорной речи и в уроке в целом. Собственно говоря, с некоторыми из таких игр, скажем так, формата Icebreakers, мы с вами сейчас познакомимся. Во вторых-четвертых классах можно использовать игру, которая по типу будет являться игрой-вопросами. И, собственно говоря, благодаря такой игре мы можем посмотреть, какой уровень знаний у группы перед нами. И с одной стороны, с другой стороны, мы можем уже начать с ними знакомиться. Итак, описание игры. Нужно отвечать на вопросы. Делать это можно двумя способами. Устанно или если мы раздадим карточки. Варианты вопросов можно менять по своему усмотрению. Что мы можем спрашивать у учащихся? Например, name two cities, name one country, name one word with three words, name three words with five consonants и так далее. Собственно говоря, вот это такие вопросы нам, как я и говорил, помогут посмотреть и уже немножко на уровень подготовленности учащихся. Что они забыли за лето, что они никогда не знали. И, собственно говоря, начать с ними знакомиться. Так, вот Ирина пишет. Для совсем мелких учеников каждый уходит в доски и мы спелингуем его имя. Пока вспомнит буквы, исправит ошибки в имени. Вот уже именно запомнили. Да, тоже, кстати, очень хороший, хитрый такой способ, который также можно применять. А вторые и четвертые классы. Можно использовать ролевые игры. Например, вот такую игру. Нужно угадать цвет на карточках, а затем встать в том порядке, чтобы получилась радуга. Вот, собственно говоря, как можно зашифровать цвета радуги. Затем они встают. И потом мы работаем уже со следующей группой. Например, они встают наоборот. В обратном порядке по радуге. Можно, например, задать им какие-то дополнительные вопросы. И так, собственно говоря, всю группу через такое упражнение провести. И, опять-таки, познакомиться, посмотреть на их уровень подготовленности. Можно поиграть в снежный ком. Я думаю, что многие знают с основным правилом этой игры. То есть, когда следующий учащийся повторяет все то, что было сказано до него. Что можно предложить говорить? Например, назвать свое имя и слово, которое характеризует вас. Или любимый цвет, кем хотите стать, о чем мечтаете. То есть, назвали имя и сказали, например, «Меня зовут Илья, я люблю красный цвет» или «зеленый цвет». В общем, и, соответственно, следующее говорит, что там «Илья любит зеленый», там «Катя любит красный», там «Меня зовут Вася, я люблю сиреневый». Например. Да, вот так можно играть в снежный ком. Если группа большая, то, соответственно, мы дробим ее на, допустим, 5-7 человек. Обязательно нужно вставать, собственно говоря, становиться участником этой игры. Если вы видите, что они могут справиться, можно поработать со всеми вместе, я думаю, что даже на 20 человек это не займет больше 10-12 минут, может быть, будет целесообразно поработать и все вместе. Это и с психологической точки зрения хорошо, и, собственно говоря, если вы станете вместе с ними и повторите хотя бы половину, я думаю, что ваш рейтинг в их глазах очень сильно вырастет. В 5-7 классах что еще можно предложить? Например, игра. Так, вот, Ирина пишет. «Кстати, идея сейчас пришла по вашему мотиву. Заранее прописайте анкету как опорные вопросы. Каждый потом по ним о себе и расскажет». Почему бы нет? Да, заполните анкету. Хорошая альтернатива, например, извечному сочинению «Как я провел это лето». Мне очень в школе нравились, в кавычках, эти сочинения, что на уроках русского языка литературы, что на английском языке, как и многим моим одноклассникам, если мне не изменяет память. Да, анкета тоже хороший вариант. Почему бы и нет? Так мы быстро можем посмотреть, насколько они сильны в навыках письма, какой у них пассивный словарный запас, и, собственно говоря, познакомиться с ними. Игра «Find your chair». Что от нас с вами требуется? В начале занятия каждый выбирает себе место. На середине стола нам необходимо выложить листочки, перевернутые лицом к столу, с половиной слова. Каждый берет себе листочек, ищет, на каком стуле лежит его продолжение. Слова можно брать на любую тему, которые проходят или проходили. Тоже хорошая игра, которую также можно использовать и, собственно говоря, применить в своей работе. На вот этих вот первых двух, скажем так, уроках. В 8-11 классе. Также можно поработать в игру «Снежный ком», например. Но задание будет посложнее. От нас будет требуется назвать свое имя и сказать, кем вы хотите стать, в какой университет поступить, какие предметы нравится, не нравится и почему. То есть, соответственно, можно сделать, например, несколько кругов. Тоже будет очень полезно, интересное задание. Проходить будет, я думаю, что достаточно легко и интересно. Также в 8-11 классах мы уже можем проводить дискуссии. Например, дискуссии такие простого формата. Опять-таки мы можем увидеть, соответственно, навыки говорения учащихся с одной стороны, с другой стороны, посмотреть, как они справляются с теми заданиями, кто насколько креативно или некреативно мыслит. И вообще очень многое увидеть. Итак, что от нас требуется? Give reasons for doing these things. Study, run, eat, play the lottery, drink coffee, think to go to the gym, have shower. Да, можно расширить задание, сказать, дайте причины за и против. Будет интересно, будет, я думаю, что очень полезно для учащихся. И я думаю, что они отнесутся к этому достаточно с интересом. Опять-таки специально подобраны такие самые простые вещи, для того, чтобы им можно было быстро сориентироваться и что-то ответить. Еще одна игра, которая выводит наших с вами учащихся на дискуссию, с одной стороны, с другой стороны, помогает нам с вами с ними познакомиться. Итак, вопрос будет такой. What can you do with these things? Give as many ideas as possible. Совершенно простые даются вещи. Egg, brush, turn, signal, tea bag, paper tip, zip. Да, опять-таки мы узнаем, насколько хороший у них словарный запас. Мы посмотрим, как они общаются на английском языке. Плюс это будет задорно, весело, потому что, в принципе, очень простые вещи предлагается рассмотреть. Игра на говорение. Значит, что от нас с вами требуется? Нам нужно создать историю вместе, используя всегда первое предложение. Предложение должно быть всегда, скажем так, на остырье, описывать проблематику какую-то и быть поинтересной для них теме. Например, После этого, я думаю, что у многих появятся мысли рассказать историю, почему же решили запретить, собственно говоря, полностью мобильники после этой истории. То есть, насколько она должна быть драматичной, например. Итак, цель вторая. Запомнить, как зовут учеников. Можно попросить написать свои имена на карточках, как вы уже писали, поставить их на столах перед собой. Собрать, перемешать и попробовать учителю угадать, кто есть кто. Ну, допустим, на второй или третий урок сыграть такую игру. Можно, опять-таки, сыграть с учащимся в снежный ком. На английском языке, называя имена и какой-то признак. То есть, и то, и другое будет очень хорошо работать, поэтому не стесняйтесь применять такие вещи. Итак, третья цель. Определить уровень подготовки учащихся. То есть, мы его, конечно же, выполняем в ходе решения других целей и задач. Но, тем не менее, и такая отдельная у нас с вами цель стоит, поэтому ее также нужно достигнуть. Поэтому можно использовать на первом и втором уроке тестовые задания или ждать какие-то простые тестовые задания. Например, можно показать рекламный ролик, где учащиеся должны высказать предположение, о чем шла речь, и задать вопросы по ролику уже учащимся. Давайте посмотрим, я вот такой интересный ролик для нас с вами подобрал. И, соответственно, мы его можем с вами сейчас увидеть. Так, одну секунду. Так, кто твоя героиня, Эрик? Мой героиня, мой папа. Он мне купил мне новую PlayStation 3 на eBay. Мой папа мой героиня. Ммм, очень хорошо, Эрик. Том? Мой героиня, мой папа мой папа. Он мне купил мне новую PlayStation 3 на eBay. Эрик мой папа мой героиня. Очень двигатель. Окей, Дженни, why don't you go and just don't tell me that your hero is Эрик's dad. Диалы, которые будут говорить. Find them on eBay. Вот такой ролик мы с вами можем тоже увидеть. Напишите, пожалуйста, как вам он, был ли звук, потому что, к сожалению, у меня звука не было, потому что если я его включу, у вас будет эхо. Так, у вас звук был. Честно говоря, долго искал такой ролик. Отлично, звук был. Отлично. Все хорошо. Супер. Мимика учительницы потрясающая, да. Вот такой ролик можно обсудить. Собственно говоря, я думаю, что он вызовет интерес учащихся на презентации. Ссылка у вас останется. Меня плохо слышно? Так, сейчас попробуем сделать, чтобы было слышно лучше. Давайте вот так попробуем. Может быть, будет лучше. Так. Ну и, собственно говоря, я думаю, что вызовет бурный интерес. Вы сможете спросить, например, о чем шла речь в ролике, в чем ирония этого ролика. То есть, я думаю, что после этого они запомнят ваш урок надолго. Собственно говоря, это еще одна цель, о которой мы с вами говорили, которую нужно обязательно поставить на первых уроках. Так, кстати, супер задание можно сделать на урок. Пусть сами ребята о своих героях расскажут, а другие угадают профессию. Да, вот почему бы и нет. Всегда, пожалуйста, вот такую идею тоже можно, собственно говоря, применить. Ну что же, пойдем дальше. Я, честно говоря, приоткрою завесу тайны. У нас с вами сегодня еще один ролик тоже будет. Что еще мы можем сделать? Можем использовать интересные задания. Не обязательно для этого использовать только учебник. Потому что по учебнику мы с вами успеем еще все пройти. У нас весь год впереди. И нам нужно решить массу таких индивидуальных задач. И одна из них, как я говорил, сделать урок интересным, запоминающимся. Чтобы учащиеся ни на секунду не подумали о том, когда же вас проверить. Собственно говоря, на прочность. Как даже пообщаться с соседом по парте. Или пожалеть о том, что за окном еще хорошая погода, а они должны сидеть за парте. Так, спасибо большое за такие теплые слова, вижу. Можно взять, например, квест из метапредметного портфеля для пятого класса. Собственно говоря, использовать можно не только, как вы понимаете, в пятом классе. А как только вы видите, что, собственно, этот класс может справиться с этим заданием. Я думаю, что еще в шестом и седьмом можно смело также такой квест давать. Это квест по Кенсингтонскому дворцу. Даются различные задания метапредметного характера. Заодно мы узнаем, насколько они готовы справляться с метапредметными заданиями. Насколько они владеют метапредметными умениями. И, собственно говоря, это будет интересное и полезное задание, которое они могут выполнить на уроке. Плюс пока не выполняет, вы кому-то что-то немножко подсказываете. Это очень маловажно, кстати, на уроках. У вас будет небольшая возможность немножко передохнуть, собраться с духом, чтобы дальше потом продолжить урок, скажем так, на втором дыхании. Можно использовать и из метапредметного портфеля. Это уже у нас с вами второй класс. Вот такое задание, где Элизабев рассказывает о своем питомце. Рассмотреть это задание. Можно нарисовать своего питомца. Можно выполнить задание, где нам нужно найти 10 животных, зашифрованных в этой таблице. Для того, чтобы, собственно говоря, выполнить такое задание. Такое задание будет для них интересным, полезным. Опять-таки, мы увидим, насколько они владеют метапредметными умениями. Насколько хорошо они во всем этом ориентируются. Плюс творческое задание, я тоже думаю, будет им приятно в начале учебного года. Либо такое задание можно, собственно говоря, выполнить дома. Нарисую своего питомца и начать с этого второй урок. Завязать это можно, кстати, с летом очень легко. Потому что они как раз в течение лета очень много времени проводили со своими домашними питомцами. Поэтому, я думаю, что тут как раз проблем никаких не будет. Вот, Ирина пишет Шишленникова. О, мне вчера только пришел. Да, вот, кому еще, кто еще не заказывал, обязательно советую. Очень интересные пособия. Это предметный портфель, начиная со второго и заканчивая пока что пятым классом. Лена Евгеньевна Козевичевой. Как мы с вами, точнее, говорили, в дальнейшем нам нужно, конечно же, выяснить их уровень подготовленности. И уже на втором, а может быть даже на третьем уроке нам, конечно же, имеет смысл провести входное тестирование. Соответственно, можно это сделать, конечно же, и на базе упражнений из учебника. Но будет достаточно сложно проверять. Можно провести хотя бы частями, чтобы не было сложно, и не была на них такая нагрузка, и они не пришли домой, не говорили, что злой учитель сразу в начале года провел контрольную работу. Можно частями провести тестирование, которое предложено у нас с вами Еленой Николаевной Славовой. Также мы сейчас с вами увидим чуть позже примеры из пособия Марианы Юрьевны и Клары Сакны-Калфун. В данном случае мы с вами видим пособие Елены Николаевны и Клары Славовой для третьего класса. Сравнение базового повышенного уровня. Вы видите, что разница достаточно небольшая. В чем полезны такие пособия для итогового оценивания? Они же могут, собственно говоря, служить нам с вами и для входного контроля. Здесь у нас есть возможность, во-первых, точно это все проверить, потому что в конце есть методические указания, как это все проверяется, как проводится, и как, собственно говоря, оценивать, то есть как выстраивать больную оценку. Зачем это нам с вами нужно? Ну, конечно же, от нас с вами требует входного тестирования, чтобы понять точку отсчета. Второе, это особенно будет в новых группах и еще более вероятнее будет у коллег, у которых Елена Николаевна Соловова. Я думаю, что многим известно. Но вы спрашивайте с удовольствием, повторю, еще несколько раз без каких-либо проблем. Называется итоговый контроль, в данном случае для третьего класса, базовый и повышенный уровень. Так, также это нам даст с вами возможность, особенно тем коллегам, кто идет в новую школу, либо впервые приходит в школу, потом обязательно храните, собственно говоря, результаты. Вот, спасибо большое, Леонид Геннадьевна, за ссылки. Говорить, если у родителей, у администрации будут сомнения в том, что снизилась успеваемость, что вы не справляетесь, хотя ученики-то были такие юные дарования, что многие могли бы позавидовать. Ну, совершенно спокойно сможете показать результаты такого тестирования, которое вы абсолютно законно провели, и говорить о том, что все не совсем так, как хотелось бы. И опять-таки никаких проблем не будет, потому что каждый увидит, что пособие составлено, что в нем исключена предвзятость, поэтому никаких проблем быть не может. Вот, единственное, что советую проводить, конечно же, частями, чтобы это не занимало весь урок и не выглядело как контрольная работа в целом, ну, чтобы учащиеся не так сильно уставали. Здесь есть задания на чтение письмо и на другие виды речевой деятельности, поэтому я думаю, что все проблемы будут решены, и аудирование, собственно говоря, аудио также присутствует, поэтому все будет замечательно. Так, вот, Вероника Юрова еще предлагает упражнение на Icebreaker. Игра Free True, One False. Ага, слышал про такую. Каждый пишет или произносит о себе три предложения, которые правда и одно, которое неправда. Остальные угадывают, какой факт из четырех является выдуманным, заодно тренируется отрицательная форма. О, отличная идея, кстати, возьму на заметку, надо будет включить ее на презентацию. Действительно, да, очень хорошая игра, которую также можно поиграть, особенно с класса, я думаю, так, седьмого, восьмого, когда уже и нет проблем с устной речью или не должно быть проблем. Есть богатый словарный запас и, собственно говоря, есть интерес к подобной проблематике. Опять-таки, только самое главное условие в таком случае, вы тоже должны поучаствовать в этой истории, причем достаточно так иронично, правдиво. Я думаю, что будет очень интересно это расположить учащихся к вам. Так, давайте посмотрим дальше. На говорение здесь также есть задание. Как вы можете обратить внимание? Вот, Вероника Юрова пишет, учитель начинает, конечно. Да, обязательно. То есть, именно так вы сломаете этот лед между вами и классом. Значит, на говорение здесь тоже есть задание, достаточно простые. Нужно ответить на вопросы учителя. И следующее задание, собственно говоря, рассмотреть... А, нет, прошу прощения. Внимательно рассмотреть картинку и ответить на вопросы учителя. Так, давайте с вами пойдем дальше. Для четвертого класса, то есть, как используют такие диагностики? Те, что за третий класс мы используем в начале года, в четвертом. В четвертом классе мы используем в начале пятого класса. И те, которые, допустим, для пятого класса используем, соответственно, в шестом. Те, что во втором, для третьего. Ну, я думаю, что мысли ясна. Итак, итоговая ситуация за курс начальной школы базового уровня. Четвертый класс. Вот мы с вами видим, опять-таки, несложное упражнение, которое быстро могут у нас с вами учащиеся выполнить. В данном случае проверяются навыки чтения письма. В одном случае нужно составить правильное слово из букв, в другом случае расшифровать транскрипции, соединить их с правильным словом. Также, какие у нас еще есть задания? Выбрать правильный ответ. Здесь мы проверяем грамматику. В следующем упражнении мы проверяем лексические знания. Также нужно вставить правильные фразы, восстановить диалог. Задания те, с которыми могут справиться учащиеся. И по которым, благодаря системе оценивания, мы можем совершенно спокойно оценить способности учащихся без каких-либо проблем. Так, мою презентацию можно будет увидеть на englishteachers.ru в течение недели. Я видел там на форуме, уже пишут, где такая презентация, где другая презентация. К сожалению, был у нас такой небольшой сбой, но с понедельника точно известно, что все презентации будут выкладываться. Мы так быстро наверстаем упущенное. И, собственно говоря, я думаю, что уже к среде и эта презентация будет лежать у нас с вами на форуме. Вы сможете ее совершенно спокойно скачать. Также в пятом классе часть говорения. Мы сможем увидеть с вами задания. Так, сейчас отвечу про аудио. Значит, также нужно ответить на вопросы и описать картинку на повышенном уровне. Соответственно, у нас будут краткие подсказки. На базовом уровне подсказки будут и вопросы на русском, и предложения уже практически полностью написаны. Значит, аудио сейчас ко всем пособиям издательства TITUL дается по QR-коду совершенно бесплатно. Вы можете скачать их и на мобильный телефон, и планшет. И, собственно говоря, дается ссылка, поэтому вы можете и в компьютер их загрузить, записать на диск, флешку и любую другую вещь. Значит, вебинары тоже просматривать записи можно. Они также выкладываются на englishteachers.ru. Спасибо большое, Леонид Гиньев. А, как раз... А, нет, это сейчас ссылки на интернет-магазин. Я думаю, что сейчас и будут ссылки на где презентации, где можно выложить видео. Так, вот, Марков Борис Иванович, давно вы к нам не заходили. Как всегда, с интересной идеей. Такая игра действительно будет интересна в средних и старших классах, причем в малочисленных группах. В больших группах лучше составлять групповой рассказ, не обязательно из четырех фраз. Ага, интересная идея. Причем лучше будет предложить догадаться, кого из группы касается неверная фраза. Да, вот тоже интересная идея. Вообще всегда, сколько провожу вебинары, прислушиваюсь к вашим советам. И очень хорошо, что вы их, собственно говоря, пишете. Так, еще одна игра от Вероники Юровой, Activity, Old Back Speech. Ученики приносят на урок сумочку, любую хоть косметичку. Ну, косметичка, кстати, на уроке практически в каждом классе сейчас найдется. В ней три предмета из прошлого, настоящего и будущего. Например, шоколадка, кофе и учебник. Дети рассказывают, как эти вещи были, есть и будут связаны с их жизнью. И получается маленький монолог. Да, вот тоже очень интересная история, очень интересное задание. Берите все на заметку и, собственно говоря, обязательно за первые два урока реализуйте. Так, да, вот хороший уточняющий вопрос. Да, все нужно рассказывать в разных временах. Так, собственно говоря, примеров таких много. Все части речи, прошу прощения, у нас с вами разобраны. Поэтому на где-то втором, третьем, может быть даже третьем, четвертом уроке хотя бы по половине теста имеет смысл пройти для того, чтобы потом иметь такие интересные результаты. Также можно пройти тестирование благодаря, в пятом классе, да, соответственно, такой входной контроль, по итоговым контрольным работам Клары Сакна и Мурьяны Юрьевны Калфуны. Здесь мы можем увидеть, что у нас есть задания и на аудирование, точно так же на все виды речевой деятельности, там, чтение, письмо, говорение. Поэтому точно так же есть система оценивания, только задания будут другие. На чтение уже нужно будет прочитать текст. На лексику, грамматику нам необходимо будет расставить слова, либо выбрать правильный вариант ответа. То есть посмотрите, что вам ближе, что лучше подходит к сложившейся ситуации, и обязательно это все дело проведите. Значит, четвертая цель – сделать урок интересным и оригинальным. Можно ее решить, например, вот так. Загадываем картинку, да, я сейчас покажу, и не показываем ее сначала. Это как один из вариантов проведения. Учащиеся задают вам вопросы, и вы должны ее отгадать. Подсказать им, чтобы они догадались, что изображено на картинке. Или же второй вариант, когда мы прикрываем. Вот утром коллеги подсказали, можно прикрыть полностью, оставить только хвостик, чтобы они догадывались, кто же изображен на картинке. Причем пока не догадываются, они еще и должны описать, что они видят. Или же, например, прикрыть, оставить только кончики ушей, и постепенно открывать, если они не будут догадываться, о ком же идет речь. Затем, по итогам, конечно же, имеет смысл, чтобы кто-нибудь описал картинку. Я думаю, что если подобрать вот такие интересные, веселые картинки, то они с удовольствием подгадывают, кто же там изображен. Даже вот сейчас пришла мысль, что можно, например, взять их какую-то старую... Да, дети задают вопросы, абсолютно верно. Картинка класса, пишет Ирина. И под ней подпись. Какую бы позу жизни поставил, стой красиво. Да. Да, и хорошая была бы подпись. Так. Что еще? Можно, например, даже взять несколько картинок, и одну из картинок загадать фотографии их же класса. Да, только так найти такое место, где они сразу не смогут догадаться, кто же там изображен. Можно из нескольких картинок попросить выбрать нужную. Да, точно так же. Значит, можно показать четыре картинки, и дети задают вопросы и угадывают, какую загадал учитель. Абсолютно верно. То есть с картинками имеет смысл работать, это всегда привлекает внимание, это всегда интересно. Поэтому, собственно говоря, не откладывайте это в долгий ящик. Обязательно возьмите такие вещи на заметку. Так, вот Тамара Валентина пишет. Можно два кота? Find the differences. Да, конечно же, можно два кота. Кстати, тоже очень интересная история. Причем, собственно говоря, такие упражнения можно применить универсально во многих группах, только везде будет, соответственно, свой уровень, что, опять-таки, выполнит еще одну задачу. Снизит нагрузку на вас по подготовке этих первых уроков. То есть есть такие вещи универсальные, которые с поправкой на класс можно совершенно спокойно применять. И использование заданий по картинкам – это как раз одна из таких возможностей. Да, картинку можно разрезать и собрать в виде пазла. Это, например, уже будет в начальной школе. То есть у нас есть несколько вариантов работы с одним и тем же материалом в подготовке просто, в проведении интересно. Так, эту идею можно к любой теме привязать. Да, это будет универсально. Возможно, вы потом в течение года будете этим приемом пользоваться неоднократно. Также сделать урок оригинальным и интересным помогут использование УКП интерактивных плакатов, интересных упражнений, например, из электронных учебников, использовать интересные ресурсы, такие как, например, Kahoot, Plickers и так далее. Собственно говоря, что такое Kahoot, я вам сейчас попробую показать посредством ролика. Буквально одну секунду и покажу. Так. Буквально. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот будет возможность всем этим воспользоваться Я как-то просто на семинаре участвовался, как участник, нам показали Я просто подумал, да, вот эту вещь очень интересно было бы использовать Обязательно наберите, попробуйте, я думаю, что вам понравится И это будет такая некоторая приятная фишка вашего урока Так, то есть вы там программируете какие-то задания, на которые учащиеся отвечают И потом сразу видно у каждого, какой результат, кто ответил первый правильно, кто ответил неправильно и так далее Так, вся статистика, собственно говоря, перед глазами Берите в интернете Kahoot, да, у них есть сайт, там очень легко пройти регистрацию И, собственно говоря, попробуйте Я думаю, что никаких проблем с регистрацией у вас не будет Так, кстати, а учащимся даже регистрироваться не надо Им нужно будет просто забить нужный код, который вы дадите Они сразу войдут в нужный тест Им только останется вбить свое имя Ну или не свое, которое они там придумают Хорошо, давайте посмотрим на еще несколько примеров Это будут примеры из обучающих компьютерных программ К учебникам happyenglish.ru Не millenium, millenium english Которые издаются нами, издаются нам титул С электронной доставкой Например, могут быть такие задания, где нужно расставить правильно предложение В диалоге, да, в данном случае Если все верно, то как на этом скриншоте все загорится синим Если неверно, то что-то будет загораться красным Или же, например, когда нам нужно найти нужную картинку Также тоже, если все верно, то будет какой-то ободряющий ролик Если неверно, то нам об этом будет написано Это из учебника Millen Множественный выбор, да, таких заданий тоже много Где нужно выбрать, прослушать, например, как в данном случае, аудио И выбрать правильный вариант ответа в каждом предложении Итак, так мы постепенно подходим к концу И хотелось бы рассмотреть некоторые секреты технологии методического мастерства Учителя на уроке Например, какие можно, собственно говоря, советы или секреты предложить? Во-первых, благоприятная творческая атмосфера речевого общения И необходимые условия успешности современного урока иностранного языка Поэтому обязательно создавайте такую правильную, положительную атмосферу В которой есть, да, правило, что и субординация Но при этом все-таки это творческая атмосфера речевого общения Избегайте искусственного языка на уроках Говорите естественно Обращайте внимание на реакцию собеседника Это бывает, когда и мы с вами слишком много говорим на уроке Особенно на английском языке Это бывает и в речи учащихся То есть старайтесь приблизиться к тому Чтобы действительно это было нормальное, полноценное общение Доброе и доверительное взаимоотношение Единственный канал, по которому от учителя к ученику Переходят добрые мысли и добрые чувства Поэтому тоже стремитесь к тому, чтобы у вас именно так и сложилось Задача стоит в том, чтобы придать обучение форму общения Особенно на наших специальных уроках английского языка Или любого другого иностранного языка У нас не математика У нас на уроке обязательно должно происходить общение Соответственно на иностранном языке по максимуму Поддерживайте у учащихся постоянную мотивационную готовность к общению на уроке Стимулирование эмоциональной сферы ученика Это позволяет ему учиться с подключением всех органов чувств И качественно запоминать информацию Здесь речь идет о том, что нужно всегда стремиться использовать темы Или же ставить проблематику так, чтобы это было близко к ним Чтобы это было интересно и затрагивало нотки души Тогда эта информация не пропадет мимо И, собственно говоря, будет им усвоено И благодаря этому они усвоят и лексику, и грамматику Которую мы проходим на уроке Только постоянное включение изученного материала в речевую деятельность Позволяет хранить его в памяти Поэтому активизируйте их речь максимально, постоянно И не забывайте про то, что проходилось буквально некоторое время назад Приучайте учащихся к мысли, что они выполняют задания не ради оценки А потому что таковы условия их успешного участия в общей работе на уроке Настоящий урок начинается не со звонка, а с того момента, когда вспыхивает детская мысль Поэтому активизируйте их мыслительный процесс И, собственно говоря, это всегда зовется хорошим и позитивным Подводя итоги И, собственно говоря, предлагаю вам присоединиться к подведению итогов Обязательно отпишитесь, что можно сюда добавить Что понравилось, не понравилось Буду только рад Итак, поставьте для себя цели и задачи на первых два урока Заставляйте детей думать, это же не больно Да, 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 именно так На первых уроках не нужно стремиться использовать весь потенциал учебника Ваше творчество и интересные задания помогут решить поставленные задачи И, собственно говоря, настроить на то, чтобы успешно провести весь этот учебный год Уверенность и профессионализм помогут наладить рабочий контакт с классом Собственно говоря, вот такие выводы я бы хотел в итоге подвести сегодня Так Учимся, это замечательно, спасибо Так, спасибо, Ильяев и всем коллегам за интересные идеи Вот, хорошо Так, класс Отлично Всем тем, кстати, коллегам, кто идет впервые или кто идет после долгого отпуска Да и всем остальным желаю, собственно говоря Обязательно не сомневаться в своих силах У вас все получится Если ошиблись, не поддавайтесь, не впадайте в панику Все будет хорошо Я думаю, что этот учебный год пройдет намного легче, чем другие А у кого-то начнется хорошая, качественная, профессиональная карьера Так, благодарю за прекрасный толчок Отлично Так Хорош сегодня материал Отлично Так, ну хорошо Раз все понравилось, давайте я вам расскажу несколько приятных новостей Которые происходят в нашей с вами методической среде И потом скажу, как скачать сертификат с сегодняшней нашей встречи Или же получить даже платный сертификат, который будет уже распечатан Итак, очень скоро выйдет тренажер по чтению слова и фразы у Елены Русиновой Очень многие хорошо знакомы с книгой Елены Русиновой Просто тренажер по чтению Это абсолютно новое уже издание Я думаю, что оно вам понравится, мы на ближайших встречах Как только оно выйдет из типографии, с удовольствием вам расскажем подробно об этой книге Также напоминаю вам, что все то, что я сегодня показал И обучающие компьютерные программы, и пособия Можно приобрести в нашем интернет-магазине издательства «Титул» И, собственно говоря, теперь в нашем интернет-магазине работают различные способы доставки То есть мы откликнулись на ваши просьбы Это и ЕМС, и СПСР, и СДЭК, и Боксбери То есть теперь, я думаю, что намного будет проще и приятнее вам получать от нас свои посылки Да, и, собственно говоря, по странам таможенного союза Книги также доставляются в Беларусь, Казахстан, Армения Без каких-либо проблем Значит, очень скоро, я думаю, что уже к середине сентября У нас начнутся курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца Поэтому обязательно обратите на это внимание Мы их запустим, постараемся сделать достаточно лояльные цены Курсы будут интересные, лекторы вам хорошо знакомы Курсы будут дистанционными Поэтому обязательно принимайте участие, ждите и следите за новостями Так, также напоминаю вам, что мы есть в социальных сетях Это и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграм Присоединяйтесь, мы все время стараемся как-то расширить и сделать интересным тот контент, который там есть Обязательно ставьте лайки или пишите, что это неинтересно Для того, чтобы мы, собственно говоря, видели и чувствовали, что же может вас порадовать Так, это наши с вами ролики И так мы подходим, собственно говоря, к получению сертификата Сейчас, одну секундочку Значит, чтобы получить сертификат, привычный нам с вами в электронном виде Нужно пройти очень простые процедуры, которые здесь есть А, совсем забыл вам сказать, что следите за рассылкой В середине, ближе к концу сентября у нас пройдет семинар Он будет платным, он будет в Москве Будут очень интересные лекторы Поэтому обязательно следите за новостями на EnglishTiches.ru Там все будут подробности И за рассылками обязательно обо всем этом будем рассказывать Итак, чтобы получить сертификат бесплатный, достаточно пройти эти простые процедуры Я даже упрощу вам все У нас с вами есть код для скачения сертификата И ссылка, по которой ее получить, там все очень просто И также вы можете получить и, собственно говоря, этот сертификат с печатью со всем остальным Вот в таком виде Уже по почте России мы пришлем Для этого нужно прислать свой электронный сертификат, который вы получили По электронной почте на адрес connectsobakaenglishteachers.ru В заявке указать полный почтовый адрес для доставки печатного сертификата И потом по электронной почте вы получите счет на 150 рублей После этого вам будет выслан ваш сертификат Вот такой вот, симпатичный И уже печатный Если он, собственно говоря, вам нужен Так Бесплатный электронный сертификат Код для сертификата у нас с вами в чате На этом все Спасибо вам огромное Желаю вам хорошего начала учебного года В сентябре мы с вами еще не один раз встретимся И вот очень рад, вижу ваши отзывы Сейчас даже прочитаю, что все у нас с вами хорошо Так, желаю, что все пройдет у вас замечательно Да, вот Алена Гейнна о семинаре в Москве 26 сентября Подробную информацию уже выложила Спасибо большое, Ангелина, за ваш отзыв Ангелина пишет Сегодня программа мастер-класс по теме речевая разминка Используя материал вашего вебинара 9 августа Спасибо На здоровье Я только рад, что мои материалы вам помогают Спасибо большое Всего доброго И до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!